Сквер имени героя-подводника появился в Зеленогорске. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила инициативу муниципалитета и потомков храброго моряка, присвоить территории на проспекте красных командиров имя нашего земляка Бориса Рыжикова. В 1961 году ценой своей жизни вместе с другими членами экипажа подлодки К-19, предотвратившего атомную аварию, которая могла повлечь за собой мировую экологическую катастрофу и начало ядерной войны. Подробности с торжественного открытия смотрите в нашем репортаже. Фотография, на которой он остался навсегда молодым. Макет подводной лодки, описание подвига и памятный знак появились на родной земле героя. 4 июля 1961 года атомная подводная лодка К-19 отправилась в свое последнее плавание. Плановые учения в Атлантическом океане стали роковыми для восьми членов экипажа субмарины, среди которых находился и наш земляк. Главный старшина Борис Рыжиков. Проходят года и все больше и больше открываются страницы нашего славного прошлого. И появляются имена героев, которые благодаря своему мужеству и рискуя своей жизнью спасли не только нашу страну, в то время великий Советский Союз, но и мир. Так получилось, что обращение родственников, которое было передано в муниципальный совет, поступило ко мне в мой отдел на исполнении. В общем-то я лично сам этим делом занимался и через себя все пропустил, видел с каким неравнодушием, какой энергией, какой, ну, наверное, памятью и почтением все это дело проходило. И слава богу, действительно, все у нас получилось. И Санкт-Петербург, комиссия пневмическая, пошла на встречу. Хорошее место подобрали, очень красивый сквер. Дальше в развитии будет он содержаться и наполняться, насыщаться тематически. Сквер на проспекте Красных командиров от Любимой улицы до улицы Красных курсантов теперь носит имя Бориса Рыжикова, родившегося и выросшего здесь, в Зеленогорске. Борис Иванович учился в 445-й школе и похоронен на Зеленогорском кладбище. Говорят, что герои живы, пока память о их подвигах сохраняется в сердцах людей. Сегодня в Зеленогорске в очередной раз на деле доказали это. Когда мы вынесли данный вопрос на муниципальный совет, все депутаты в один голос сказали, да, мы это сделаем, нам это нужно. Этот сквер будет носить имя Бориса Ивановича Рыжикова. Мы долго думали над дизайном самого памятника, над теми строками, которые должны быть написаны на памятной табличке. Вы ведь понимаете, что описание всего подвига невозможно уместить там в шести, пяти-шести предложениях. На что я сказал, что главное, что наши дети, наши внуки, молодое поколение, те, кто, может быть, не знает о героическом подвиге, могли прочитать. Самое главное, услышать слова, что был спасен мир от ядерной катастрофы. А сейчас сложившиеся ситуации вокруг нашей страны, я думаю, что все со мной согласятся, что герои нам сейчас очень нужны. Нужны такие, как Борис Иванович, который, не жалея собственной жизни, собственного здоровья, сделал всё ради нашей общей страны, ради нашей отчизны. На момент трагедии Борису Рыжикову было 23 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1961 года Борис Иванович был награждён Орденом Боевого Красного Знамени посмертно. Но в советское время награду родственникам получить не удалось. Сегодня силами Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников справедливость была восстановлена. Хочу выразить благодарность, поблагодарить, прежде всего, конечно же, жителей Зеленогорска, которые поддержали инициативу присвоения скверу имени Бориса Рыжикова, телеканалу «Залив ТВ» и лично Старшиной Вере за участие и проявленную инициативу, директору школы 445 Архиповой Маргарите Валерьевне, которая выразила заинтересованность в организации музея, экспозиции в рамках школы, посвящённой Рыжикову Борису, и учившемуся, надо сказать, в этой школе, и всем событиям, которые произошли 4 июля 1961 года. Я думаю, что с целью патриотической преемственности подрастающего поколения это будет хорошая идея. Ну и, конечно же, администрацию курортного района и лично главу города Чечена Дмитрия Денисовича за абсолютную поддержку инициативы родственников об илковечивании памяти Рыжикова Бориса, ну и всех причастных и неравнодушных. Всем спасибо. История страны, она начинается с истории семьи. И когда к нам обращаются семьи погибших героев, мы всегда это поддерживаем, потому что всё это начинается, ещё раз говорю, с семьи. И то, что сегодня открывается этот сквер, который находится в таком замечательном месте, и этот знак, то люди будут приходить, и я надеюсь, что молодое поколение, оно заинтересуется и в интернете хотя бы прочитает, что же это было такое. 1961 год. Первый советский атомный подводный ракетоносец. КОНЕЦ